На повестке четыре вопроса. Два о поправках, внесенных в статью 4 закона Саратовской области о предоставлении в 2012 году бюджетом городских округов и поселений региона субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и на капитальный ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов к ним. По новым изменениям выделенные субсидии должны потратить на ремонт в тех местах, которые были прописаны в заявках. Но самое главное, отметили депутаты, в каждом муниципалитете должны провести работы по инвентаризации всех улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий. Все это для того, чтобы они обрели статус муниципальных объектов. Это пилотный проект. Мы имеем как бюджетное ассигнование на целый год, так и первоочередные ассигнования, которые составляют порядка 950 миллионов рублей. Будут нарисованы ситуационные планы, чтобы в каждом доме виделась совершенно конкретная картинка. Сейчас смету на экспертизу не сдали 4 района Духовницкий, Красноармейский, Татищевский и Затош-Шаханы. Обсуждая вопрос о выделении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов и подъездов, к ним Леонид Песной подчеркнул, что нужно работать с людьми. И у них спрашивают, что им необходимо отремонтировать в первую очередь. По его словам, внесенные поправки необходимы. В первую очередь для социальной справедливости, для того, чтобы распределение субсидий по поселениям и городским и сельским было открыто и было сделано на основании закона. Говорили на семинаре, совещании и о содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий. Речь идет о врачах и работниках культуры и образования. Если они будут состоять в жилищно-строительных кооперативах, то квадратный метр смогут приобрести за 17-18 тысяч рублей. Пока только в нескольких районах области начинается реализация программы «Учительский дом». Лучше всего работа налажена в Балашовском районе. В городе выбрано две площадки под строительство этих домов. Ожидали окончательное принятие закона о строительстве этих домов. Не остался без внимания и вопрос завышенных тарифов на содержание и ремонт жилых помещений. Ситуация в области непростая. Народные избранники уверены, необходимо выстраивать обратную связь с населением, чтобы люди понимали, куда уходят их деньги. В целом семинар совещаний, по словам депутатов областной думы, прошло продуктивно. Татьяна Кудас, Валерий Мазаев, Алла Хрунова, Вести, Саратов.